Всем привет! Сейчас я расскажу о том, что я купила на сайтах Dresslink и Romwe. Начнем, наверное, с Romwe, потому что заказ пришел быстрее, значительно быстрее, чем Dresslink. Какое же мое общее впечатление? Там все китайское, ну вот реально там все очень китайское. Чтобы сделать заказ, чтобы попробовать сервис, чтобы попробовать, что же это такое, что так все обсуждают, мне пришлось очень постараться, и я думала, наверное, дня 4, чтобы там такое заказать. Из приятного то, что Romwe бесплатная доставка по всему миру, и то, что оно приходит в классной упаковке, в таких вот пакетах, в зиплоках, с надписью Romwe, и на всем, естественно, стоит логотип Romwe. Я очень люблю покупать платье, потому что мне кажется, платье это очень удобно, это очень женственно. Надел и пошел, в общем-то. У меня не всегда есть время подбирать что-то там, подбирать вверх, низ, середину, конец, начало, поэтому я предпочитаю платье. И когда я зашла в раздел Romwe платье, я просто офигела, потому что там какая-то шляпа. То, чем я не особо довольна, это вот юбка, очень плотная, кстати. Она очень классно сидит, очень прикольная, тянущаяся, удобная тем, что это сделано из резинки. Это универсально. Итак, что мне не понравилось? Мне не понравилось, как пришита молния, потому что молния пришита ужасно. Я не могу одеть такую одежду, поэтому я пока ее не ношу. Молнию нужно перешить, у меня на это нет времени, нет желания пока этого делать. Но, как бы, мне нравится модель. Я заказала ее из-за модели, потому что она такая прикольная, яркая, летняя, и мне нравится, что она допорщится. Не знаю. В общем, если не носить белье, это будет еще более прикольно. Итак, молнию нужно перешить, перешить ее хотя бы как-то в более современном стиле, сверху там или еще как-то, потому что сшита она вообще отразительная. Я уже купила украшение, которое было в коробке Ромви, а внутри я вам сейчас покажу. Я видела подобные на ebay, мне они очень понравились, и я хотела что-то подобное, и тут как раз увидела заодно на Ромви и решила, что почему бы мне не заказать такое на Ромви. Итак, это вот такая штука, которая надевается на шею и выглядит как наушники. Что-то непонятное такое, то ли это наушники, то ли это какая-то штука для каких-то интимных ласк, я не знаю. В общем, выглядит прикольно, мне кажется. Что мне понравилось, понравилось то, что это в такой отдельной упаковке. Удивительно, что китайские вещи так запаковали. Также я купила там сережки и, к сожалению, потеряла, и очки. На картинке, конечно же, серги выглядели очень прикольно, очень так притягательно, очень женственно, нежно. А в итоге они оказались какие-то кондовые, такие очень тяжелые и, в общем, плохо сделанные. Ну, потому что, когда ты относишься к вещи так пренебрежительно, а к этим сергам я отношусь к пренебрежительно, вещь сразу куда-то уходит, теряется, ее крадут или еще что-нибудь там. Ну, вот поэтому я их и не показываю. Очки вы могли видеть у меня на фейсбуке, розовые такие круглые. Они мне не очень понравились тем, что они на картинке... Ну, в общем, в жизни они выглядят очень смешно и ты в них немного комичен. То есть они прикольные, эта прикольность, она зашкаливает. Люди всегда отмечали, пока я их не потеряла, то, что очки экстравагантные, скажем так. Меня их брали погонять, вот, чтобы привлечь внимание. Ну, и в итоге у меня их просто украли из самолета. Я думаю, может, и нормально то, что меня их украли. Вот. Потому что... Потому что они мне не понравились. Из приятного я купила там купальник, совместный купальник. Вот такой вот с черепом. Мне кажется, он очень прикольный, выглядит классно. Тут один размер, и для девочек очень худых он не подойдет. Для очень-очень худых там XS, когда объем груди там около 80, он, скорее всего, не подойдет. Он на S-ку, на M-ку. Я выкладывалась на фотографии в Instagram. Этот купальник я могу носить как боди, просто одев сверху джинсы или шорты. Или просто как купальник. Ну, то есть, очень удобная вещь. Классная, мне понравилась. Что еще стоит брать на ромби? Это толстовки. Такие свитшоты. Я взяла с розовыми фламинго. Мне показалось это очень прикольно и смешно. Вот. Единственный размер, я не знаю, какой он у меня. У меня M-размер. Он большой, но рукава у него короткие. Если вы выше метр семидесят, вам надо будет рукава немножко так присбаривать, чтобы это выглядело. Длина какая-то, резинка снизу слишком плотная, но расцветка очень классная. Это все химота, это все синтетика, поэтому рассчитывать какое-то особенное качество от вещей с ромби вообще не стоит. Свитшоты с прикольной расцветкой можно заказать, чтобы сделать свой образ более таким веселым и интересным. Что не стоит заказывать, это все остальное. Платье, колготки, не знаю, что там еще там на ромби продаются. Плащи, наверное, это все выглядит ужасно и убогно. Заказ шел в Москву около 20 дней. В целом я довольна, потому что коробка не выглядела Каждая вещь была упакована классно. Вот в этот зип-лок с надписью ромби очень все аккуратненько. Вот к этому вообще претензий нет. Плюс заказ идет сравнительно быстро. Из Китая обычно идет это всем очень долго. И ты уже забываешь, что ты что-то заказал. Итак, следующий сайт это dresslink. Это совершенно другая история. Кстати, с dresslink и ромби многие вещи пересекаются. Но на dresslink они просто в разы дешевле. Там цены ну просто супер низкие. Там по 3 доллара все, по 2. Я решила взять. Так, что же мне можно взять? Там продается все. Там не только одежда. Там продаются аквариумы, механических рыбок. Там можно купить какой-нибудь насос. Косметика тоже продается. Но это лучше, конечно, не экспериментировать. Потому что, мне кажется, можно остаться разочарованы. Ну, короче, не кажется. В общем, останетесь разочарованы, если вы заказали там косметику. Помните, я вам показывала джинсы, которые я купила. В Asos. Так вот. Я нашла там большой выбор металлофурнитуры. Часть из нее для этих джинсов я заказала просто на eBay. Там что-то нашла. Например, вот эти вот какие-то шипы или какие-то заклепки. Но, на самом деле, то же самое. Просто я заказывала это раньше. На самом деле, можно заказать и на дресс-линки. Цена невысокая. Я заказала заклепки по ирисцентным цветов. Мне показалось, это будет очень клево. Украсть какую-то футболку или шорты. Я там, на самом деле, много всякой фигни заказала. Вижу только то, что я помню. А, смотрите, я заказала парик. У меня уже столько париков, что можно, наверное, менять образы. Кстати, я думала, что он будет хуже и что волос здесь будет меньше. А он выглядит вообще абсолютно нормально. Знаете, парик – это всегда прикольно. Можно переодеться, чтобы тебя не узнала консьержка. Как-то проскользнуть. За кем-то, может, следить. Или просто поиграть в ролевые игры. Купать маму, что покрасилась, постриглась. В общем, парик, мне кажется, это прикольно. И меня всегда манят парики. Вот это вот, не знаю. Наверное, я какой-то волосяной фетишист. Что мне неожиданно понравилось, то, что в наборе парику была сеточка, которая фиксирует на твои собственные волосы. Ну, и не позволяет им вылезти. Когда я покупала парики у нас здесь, в Москве, мне такую сеточку, к сожалению, не давали. Ее нужно было покупать отдельно. Здесь она идет в наборе. И стоит все это, ну, очень смешно. Если у нас парик подобный стоит около 1000, то там это стоит 300 рублей. Можно купить себе позволить и для какого-то фана. Так, что мне не понравилось? А мне не понравилось вот что. Мне хотелось какой-то яркий такой прикольный рюкзак. И сейчас я вам покажу то, о чем я очень сильно пожалела. Вот, рюкзак. Ну, может быть, он классно смотрится на экране, но в жизни это вообще порно какое-то. Потому что вот эти вот штуки, они из искусственного материала, они не кожаные. И они с одной стороны черная кожа, а с другой стороны такая как мохнатая, мохнатая коричневая. Ну, то есть смотрится вообще, к чему здесь черная, а на картинке такого не было. Внутри это тоже все очень все порнографично, криво. Я даже не знаю, в нем, наверное, нужно выносить мусс. Я не знаю, что делать с этим рюкзаком. Пока он лежит, я пока еще не придумала, что с ним делать, но использовать его, к сожалению, я не могла. Наверное, зря я накрасила губы красной помадой. Но я не могла по-другому, потому что я ела мороженое черничное. У меня, в общем, все губы стали фиолетовые. Второй рюкзак я купила для Платона. И это меня вообще безумно порадовало, потому что он стоил... Это для Платона я купила. И там я ношу его все детские вещи, потому что мне надоело, что я ношу в своем собственном рюкзаке. А этот рюкзак мне понравился тем, что здесь такие классные зверушки какие-то, все такое разноцветное. Внутри все классно сделано, молния классно пришита. Изнутри там какие-то человечки, кармашки. Такой удобный, такой маленький, мимимишный. Также я для него там заказала, очень смешно, такой фраг. Я подумала, пусть он в нем спит. Нормальный, очень классный трикотаж. Также я купила беленькую маечку. Я думала, надо мне что-то такое свободное, чтобы, может быть, иногда ходить в зал. На Ромби она стоила где-то 20 долларов. А на Дреслик она стоила 5 или 7. В общем, мало. И сзади у нее вот такие крылышки. Они вырезанные. Если вам хочется, можете носить крылышками вперед. Тогда вы будете более экстравагантными. Единственное, что здесь может просвечиваться белье. Я рекомендую носить ее внизу с яркой, с какой-то, с яркой флуоресцентной какой-то мачкой. Будет, мне кажется, очень прикольно. Итак, что же еще я купила на Дреслик? Две шляпы. И они действительно как шляпы. Это шляпа. Все бы ничего, но они мне пришли в таком вот замятом, замотанном скотчем пакете. Это вообще, это epic fail. Так делать нельзя. Потому что, ну что, они у меня сейчас будут разравниваться 3 года. И к тому времени они уже потеряют актуальность. Что с ними делать? Ну, в общем, я их положила, чтобы, может, они разравнивались. И, может быть, пару раз я их одену. Итак, вот и все, что я купила на сайтах Дреслик и Ромби. У Дреслик доставка идет около двух месяцев. Это... Ну, в общем, для меня это тяжело. И она платная. Естественно, с учетом той цены, там, по 3-2 долларов все за вещь, там, за 5, доставка будет не так существенна. Это стоит учитывать, если вдруг вам что-то из этого заказа нужно в СИЗО. Например, какие-то купальники. Не надо, у меня на другом платье я категорически не буду, не советую. Не советую заказывать, там, какие-нибудь пуховики. Вообще не советую, там, заказывать то, что выполнено из каких-то материалов. Советую, там, покупать только то, что выполнено из трикотажа. Потому что при пошиве трикотажа очень сложно что-то там испортить. В общем, выбирайте, там, только маечки, свитшоты. Выбирайте, там, может быть, купальник. То, что не требует особенной примерки. И сложной технологической обработки. Еще они постоянно предупреждают, что это маломерки. Ты всегда паникуешь, думаешь, блин, маломерки. Я, наверное, по сравнению с какой-нибудь китаянкой, я вообще конь. И ты заказываешь себе Эль, а в итоге оказывается, что этот Эль тоже гигант. Мне кажется, то, что я заказала, это самые нормальные продукты. Потому что остальное все, ну, реально какая-то шляпа. Кстати, шляпа, которая здесь летала, она тоже из китайского магазина. Ну, там все продается из Китая. Я так поняла, это центра. Но она сделана очень классно. Мужская шляпа, соломенная, с такой клевой полосочкой. Смотрится прикольно. Давайте-ка я вам ее померю. Вот такая вот. Вот так. Испортила тут свою прическу. На этом все. Всех целую. По возможности обнимаю, если вы не колючие. И пишите письма, подписывайтесь на мой канал. И я буду с радостью снимать для вас новые видео. Ну, на самом деле, я их и так снимаю. Надо, наверное, сказать какой-то такой завершающий штрих. Какую-то философию в конце. Итак, давайте-ка придумаем что-нибудь такое. Улыбайтесь. Относитесь к себе как к счастливому человеку. Даже если вы в данный момент несчастливы. Ведите себя так, как будто вы счастливый человек. И в конце концов это войдет в привычку. Вы станете счастливы. В общем, всем пока. Целую. Пойду. Наверняка я буду делать и дальше какие-то эксперименты. Покупать то, что мне не нужно. Кажется, все показала. Поехали. Продолжение следует...